К сожалению, уже господина Игоря нет. Давайте разберёмся в страхах президента. Кстати, очень интересный тезис и позиция Игоря. К сожалению, я надеюсь, он нас слышит. Я ещё раз хочу высказать ему уважение. Хотя он представлял в кондиционном суде нашего абсолютного политического антагониста, но его смелость и открытость, она достойна уважения. Так вот, страхи президента. Мы один страх нашли. Страх после тотального поражения на местных выборах, тотальный, он даже не третий. Если сегодня третье или четвёртое, пятое место займут «Слуги народа» в национальном рейтинге. То есть они перестали доминировать, как политическая партия номер один. Второй его страх, он его сам высказал, как пришёл, знаете, Явка с повинной на РНБО. Он говорит, а какие ещё сюрпризы ожидать от кондиционного суда? У них там законы про землю, казино, язык и ещё один закон назвал. Про медицинскую реформу. Медицинская реформа, да. Образовательный закон. То есть они сегодня, правильно говорит Николай, они сегодня уже не думают про это решение. Я сейчас к нему вернусь, буду апеллировать к Андрею. У меня возникает вопрос. Закон про языки, он поддерживает, он по-разному оценивается разными политическими партиями. Николай и я считаем, что этот закон ущемил права граждан, которые говорят на русском, на венгерском, на саловатском языке, на румынском языке. Использовать свои родные языки, им навязывается использование украинского языка. Мы ждём решения конционного суда. Но такие законы, как закон про землю, который не был поддержан вниманием двумя третями населения Украины. Закон про казино, сделали наши коллеги представление, если я не ошибаюсь, не поддерживает более 80% наших граждан. И мы, они все, они все сегодня стали предметом рассмотрения конционного суда. По земельной реформе есть два представления. Наши, с Николаями, нашими товарищами, и три. По-перше, про тлумачение Конституции, и два, подание про неконституционную закону про обеих земель. Поэтому страхи президента понятны. Конционный суд, который сегодня отвечает за конционность законодательства, может иметь все основания в нашем понимании отменить эти законы. Но что меня удивило в этой ситуации? И почему я уверен, что именно следующие рассмотрения являются настоящими страхами президента? Пане Андрю, спасибо, до вас приходу на украинскую мову. Дивительно выявилась ситуация. Когда в 2014 году голосовали законы антикоррупционные, все знали, что там есть неконституционные нормы. Все знали, связывали безвизом, МВФом, предлагали, что нужно сейчас проголосовать, а потом напротив шести месяцев выправим. Пане Сергею, было так? Да. Было, именно так и было. И больше того, мы голосовали за это, даже я голосовал, и нам дали слово, что все будет выполнено согласно с требами Конституции. То есть, Порошенко и Аценюк в своем турборежиме на свой манер протягнули антикоррупционное законодательство, которое не отвечает Конституции. И вместо того, чтобы Зеленский сказал, что я получил еще один сюрприз и мину от Порошенко, сейчас буду ее выправлять. Вы создали такой хайп, что чуть не разрушили Конституции порядок в стране. Есть претензии к конкретному суду Конституции, у нас выписана процедура притягнения его до ответственности. Працюйте, но не можно лякать кровью, лякать снова улицей, лякать семьи судов Конституции. Это неприпустимо, пане Андрію, если вы сильная влада, вы не должны обратиться к послуг Парацюка. Я побачу под Конституциальным судом Парацюка, которому даже в Львове уже гарбуза дали. Его из Львова выкинули из депутатства, а вы его снова вербируете на работу. Разом и с соросятами, которые там бешкетовали и шабаш вчинили. С погрозами позбавления жизни судов Конституции. Ну, как таке может быть при президенте, который выступает гарантом Конституции и прав громадян? Продолжение следует... Продолжение следует...